В преддверии Всероссийского Дня Трезвости, который состоится 11 сентября, кстати, напомню, в этот день не только голосование, а еще и алкоголь продавать не будут. Ну, как себя вести в этот день и как к этому дню готовиться? У всех есть свои лайфхаки, возможно, и никак, но, тем не менее, по поводу актуализации мы сегодня поговорим с заместителем главного врача областного наркодиспансера Дмитрием Гавриловым. Дмитрий Владимирович, рад приветствовать вас в студии «Балтик Плюс». Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот проблема пьянства в Калининградской области, она из года в год как-то меняется? Вот какова динамика, насколько это актуально сегодня? Ну, я должен сказать, что если брать официальную статистику, официальное количество обращений в областной наркодиспансер с вопросами и проблемами со здоровьем, связанными с употреблением алкоголя, то количество снижается. Есть данное количество о том, что снижается количество употребления спиртных напитков, но оценивать в Калининграде сложно, потому что мы приморский город и тут достаточно большое количество туристов, которые поднимают цифру учета продаваемого алкоголя. Вот они, для чего нам туристы, чтобы, сказать, обелять официальную статистику употребления алкоголя. Давайте вот с чего начнем. Чем опасны долгоиграющие праздники, которые связаны с употреблением алкоголя? Ну, здесь можно очень долго говорить. Прежде всего, они опасны тем, что значительная часть населения будет жалеть о некоторых превышениях доз. Без проблем. Без проблем. Такие как гипертоническая болезнь или, может быть, панкреатиты. На следующее утро после тех или иных возлияний количество вызовов скорой помощи, скорее всего, увеличится. Я запомню эту вашу фразу обязательно где-нибудь блесну. В рамках употребления спиртных напитков. Раньше такого никогда ни от кого не слышал. Скажите, есть ли какие-то признаки, которые говорят нам о том, что пора бы завязывать с алкоголем? Конечно, есть. Прежде всего, да. Самый простой вариант в данном случае, это можно воспользоваться совершенно неспецифичным опросником, о котором достаточно часто говорят, и я повторюсь. Это опросник называется опросник Кейдж. По-английски это четыре английских буквы. C-A-G-E, который состоит из четырех простых вопросов. Всего-навсего четыре вопроса. Давайте проверим себя сейчас. Всего-навсего. Четыре простых вопроса, но здесь помимо всего-навсего четыре вопроса, надо еще добавить абсолютную искренность человека, который отвечает на эти вопросы. Я надеюсь, что наши слушатели абсолютно искренне в таких вопросах в рамках употребления спиртных напитков. Давайте попробуем пройти по этим вопросам, если вы не против, конечно. Так, хорошо, попробуем протестировать. Очень интересно, как это за время употребления. Первый вопрос звучит следующим образом. Возникало ли у вас ощущение того, что вам следует сократить употребление спиртных напитков? Второй вопрос. Вызывало ли у вас чувство раздражения, если кто-то из ваших близких говорит вам о необходимости сократить употребление спиртных напитков? У меня уже два минуса. Очень хорошо. Третий вопрос. Испытывали ли вы чувство вины, связанное с употреблением спиртных напитков? Вот тут плюс, конечно. И, наконец, четвертый вопрос. Возникало ли у вас желание принять спиртное, как только вы просыпались после имевшего место употребления спиртных напитков? Минус. Три минуса против одного плюса. Каковы результаты? Один положительный ответ. Он не дает оснований для конкретных выводов. То есть, в принципе, еще о чем-то серьезном говорить не стоит. Положительные ответы на два вопроса свидетельствуют о том, что человек употребляет спиртные напитки и, возможно, что-то случится. А если же положительно ответил человек на все четыре, практически наверняка эта ситуация говорит о том, что проблема с алкоголем у человека присутствует и необходимо что-то с этим делать. И первое, это, наверное, все-таки решится на ту или иную консультацию с специалистом. Я думаю, когда четыре плюса, тогда уже на четыре вопроса никто давно не отвечает. Четыре плюса – это вообще плохо. Да. А вот знаете, как бывает? Все мы прекрасно понимаем, что если обратиться к специалисту, многие этого даже боятся, то обязательно поставят на учет. Об этом мы пока не говорим. Но, тем не менее, существуют такие проблемы, когда человек вечером идет в магазин, чтобы купить продукты, и мимо прилавка с алкоголем пройти не может. Но сегодня проходит, завтра не проходит. Его мучают кое-какие сомнения. А может быть взять, а может быть не взять. И как раз-таки человек еще при этом достаточно приличный, ходит на работу. А алкогольный, так сказать, вот этот вот синдром его не выбивает из колеи. Но человек уже понимает, что-то тут не так. Куда вот пойти в этот момент? На что обратить внимание? Где помощь? И существует ли она? Так, ну здесь, конечно, следует дослушать или довести следующую информацию. Действительно, наркологическая служба и понятие больной наркологического профиля или пациент наркологического профиля – это весьма стигматизирующий фактор. И в значительной степени отпугивает обычных граждан от получения квалифицированной помощи. Я должен сказать, что в Калининградской области, а именно на базе областного наркодиспансера, существуют кабинеты доврачебной консультации, первичные, в рамках которых человек может абсолютно безболезненно прийти и получить консультацию специалиста. При этом никто его на этот самый страшный наркологический учет ставить не будет и диагнозов никаких официальных устанавливать не будет. То есть это будет разговор между специалистом и непосредственно человеком. Для того, чтобы разъяснить текущую ситуацию, для того, чтобы разъяснить ближайшие перспективы в вариантах «либо ничего не делаем, либо что-то делаем», и к чему это все приведет. То есть человек получит... То есть у нас будет консультация. Будет консультация, однако ни о каком учете, который повлечет для многих людей сложности в дальнейшей жизни, речь не идет. Дмитрий Гаврилов, заместитель главного врача областного наркодиспансера Калининградской области, сегодня в студии радио «Балтик плюс». Как вы догадались, в преддверии 11 сентября мы встречаемся. Но это речь не о выборах, а речь о всероссийском дне трезвости, который отмечается в нашей стране не так давно. В первой части нашего интервью мы говорили о том, чем опасны долгоиграющие праздники и употребление алкоголя, например, на Новый год или на 9 мая. Также мы затронули тему, что не обязательно вставать на учет, по ОМС и так могут помочь, если у вас есть какие-то вопросы к твоему состоянию, либо к предрасположенности. Смотрите нас на канале YouTube уже в записи. Дмитрий Владимирович, вот как расценивать свое состояние, к примеру, если человек с понедельника по четверг, включая воскресенье, живет в одном мире, а вот пятница и суббота стабильно, из недели в неделю, и так годами, в несколько ином состоянии? Такие истории, конечно, бывают, но если человек много лет в таком режиме живет, это говорит, что в целом такие случаи бывают, но гораздо чаще, когда человек живет в подобном режиме, в конце концов, все заканчивается тем, что два дня с пятницы на субботу или на утро воскресенье в конце концов начинают превращаться в три. То есть этот график начинает? Да, в значительной доле, мы можем говорить, случаев, что продолжительность периода непрерывного употребления алкоголя будет иметь тенденцию нарастать. Непрерывного приема, да, начали в пятницу, вначале заканчиваем в субботу, потом по какой-то причине заканчиваем в воскресенье, а в конце концов начнется в случае, когда в понедельник на работу позвоним. И вот это вот гораздо раньше начнется формирование проблемы. То, что отдельные случаи... Либо есть какие-то такие люди, которых, так сказать, не берет эта система. Ну, есть отдельные случаи, с которыми сталкиваешься, и если верить информации, которую дает человек, может быть там какая-то бравада на это тоже надо сделать скидку. Скидочку делаем на то, что не всегда все правда. Да, то есть искренность всегда оценивается, но такие случаи есть, но они не правила, это скорее исключение. И поэтому полагаться на какую-то историю, что Вася, проживающий где-то 20 лет подряд, пьет с пятницы по воскресенье, и при этом никаких у него проблем в семье нет, нет сложности на работе, нет сложности в семье, да, это скорее будет сказка. Нужно, да. Сегодня пятница, а завтра выходной. Что такое похмелье и о чем оно говорит? Очень часто словом похмелье называют два совершенно разных состояния. Речь идет, первый вариант, это состояние так называемого постинтоксикационное у здорового человека. Это когда что? Это когда абсолютно нормальный, здоровый человек по какой-то причине накануне принял больше, чем стоит, да. Ну, бывают такие случаи, к сожалению, или, ну, сложно какую-то категорию говорить, к сожалению, это бывает, да. То есть какие-то радости ситуативные, да, дочка родилась там, внучка, еще что-то. Соответственно, человек выпил избыточно много, да, на следующее утро он чувствует себя не очень хорошо. Это состояние называется как постинтоксикационное и чаще всего характеризуется чем? Слабостью, чувством разбитости, может быть дрожь, может быть потливость, может быть тремор рук, да, когда пальцы дрожат. Ну, и очень частый симптом это тошнота и чувство глубокого отвращения к алкоголю, да, и, скажем так, попытки себя укорить за то, что накануне он себя повел недостаточно сдержанно. Так, это одно. Это у здоровых людей. Если же мы берем вторую категорию, а это лица, у которых сформировано уже заболевание, то речь идет об обстинентном алкогольном синдроме, иногда его называют похмельный синдром, иногда его называют синдром физической зависимости. В данной ситуации переживания тоже крайне тяжкие, да, но они не совпадают с тем, что я озвучил вначале. И должен вам сказать, что обстинентный синдром, он гораздо более тяжелый, он способен вызвать достаточно много осложнений, и он сопровождается, в отличие от первого, когда есть отвращение к алкоголю, да, у здоровых людей, то в отношении второго присутствует как раз выраженная тяга к алкоголю, которая... А вот сейчас мы, собственно, все наладим. Да, хочется выпить, и желание выпить, оно формируется в результате как психического влечения к алкоголю, так и физического. Судя по всему, вы посоветуете не похмеляться, предусвещаемый вопрос. А многие говорят, что он полезнее все-таки похмелиться для организма, потому что зачем ему этот стресс? Нет? Полезнее не вводить организм в стресс. Бесспорно, бесспорно. Хорошо. Что касается отравления некачественным алкоголем, и как часто оно по вашему опыту фиксируется? Потому что как часто происходит, мы говорить не можем, но фиксируется как часто в регионе. Ну, начнем. Первый момент – это то, что отравление алкоголем, как жизнеугрожающие ситуации, они идут не в наркодиспансер, это доля ответственности, токсикологии, и лица с состояниями, где угрожающая жизнь и отравление, они маршрутизируются в больницу скорой медицинской помощи. Не так давно я смотрел статистику по отравлениям в Калининградской области, и была четкая тенденция к снижению общего количества. Это была статистика 19-го, 20-го и 21-го годов. Также, по информации, наверное, отделения реанимации БСМП, больницы скорой медицинской помощи, количество тяжелых, требующих реанимационной помощи, отравлений суррогатами, в среднем не превышает, с их точки зрения, 10-ти в год. Практические вопросы от слушателей. Самый безобидный алкогольный напиток и самый нежелательный. Люди понимают, что есть и такие, и такие. Ваше мнение. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что с точки зрения науки я не читал никакой информации об этом. Где бы говорилось о том, что вот этот напиток безобиден, вот этот вот... Ну, говорят, вот водка лучше всего, а шампанское якобы, и вино вот эти вот... На вкус и цвет все фломастеры разные, да? Хороший ответ от специалиста. Вот как проявляет себя белочка? Белочка или, я предполагаю, речь идет о белой горячке, да? Скорее всего, да. Ну, если мы говорим про белую горячку, то это состояние очень тяжелое. Это состояние формируется у лиц, у которых уже сформирована зависимость от алкоголя. То есть это пьющие длительное время люди, и эту ситуацию уже не скрыть. Само состояние формируется после достаточно продолжительного периода массированного ежедневного употребления алкоголя, что часто называют запоем. И данное состояние развивается обычно в классике в течение первых пяти суток с момента прекращения. То есть пока человек употребляет, именно алкогольного психоза у него не развивается. Он развивается обычно на вторую, третью, четвертую ночь после прекращения употребления. То есть на фоне бессонницы, на фоне крайне тяжелого состояния человек начинает испытывать нарастающую тревогу. Ему становится страшно, постепенно присоединяются расстройства восприятия. Это могут быть слуховые галлюцинации, когда он слышит что-то. Это могут быть зрительные галлюцинации. Ну, в некотором проценте случаев это может быть тактильная галлюцинация, когда он чувствует, как к нему что-то прикасается. Как в игре прям. Ну, возможно, игры некоторые на фоне определенного опыта и составлялись. Соответственно, помимо галлюцинаторных включений у человека начинают присоединяться еще и бредовые включения. И если говорить про этот психоз, то так как основным фоном настроения является тревога, то фабула переживаний в виде галлюцинации, да, как зрительных, так слуховых и тактильных, а также бредовых расстройств, бывает далекой от каких-то добрых, веселых переживаний. Очень понятно. А как помочь человеку в этом случае? В этом случае следует помнить одно. В этом состоянии человек может быть опасен как для окружающих, так и для самого себя. И долг каждого человека, который это состояние увидел, обратиться за квалифицированной помощью. А именно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Спасибо. Агрессия после алкоголя возникает у человека, бывает такое, и многие задумываются, особенно родственники, а как помочь человеку в этом случае, как себя вести? Вот выпил, вроде хорошо, выпил три рюмки, туда-сюда, пять, все, агрессия. В данном случае речь идет о том, что в науке известно и описаны несколько вариантов в зависимости от характера опьянений. То есть чаще всего мы говорим о простом, неизмененном алкогольном опьянении, которое испытывают большинство людей, которые употребляют алкоголь. Есть же определенные личности с определенным складом характера. Это могут быть истероидные черты характера, это может быть элементы депрессивного склада, это может быть эпилептоидные черты характера, это может быть возбудимые. Соответственно, в части вариантов алкоголь растормаживая человека, а при употреблении алкоголя критика к самому себе, к своим поступкам и к тому, что можно, потихоньку начинает снижаться, а в конце концов слетает. Человек начинает реализовывать те эмоции, которые раньше были критикой к себе подавлены. Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Гаврилов, заместитель главного врача областного наркодиспансера. Я думаю, что в пятницу вечером наша беседа была многим очень полезна. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова